привет друзья в последнее время мы не часто ходим на презентации в москве но по сути в этом смысла не очень много это не интересно ни вам ни нам то есть уже где-то несколько месяцев назад или месяц или пусть даже неделю показали какой-то гаджет какую-то новинку и проходит время проходит время она доезжает до россии проходят таможню делают презентацию все это устраивает и можно пощупать здесь но все уже отсняли видео все уже давно пощупали опробовали куда надо кто надо съездил все сложили уже свое мнение вы тоже уже знаете что это за штука и думаете уже сами для себя брать ее не брать и интерес вам вот спустя там три месяца после анонса какого-то гаджета смотреть пачку видео от разных каналов кто что думает о гаджете к которым уже все все подумали бывают к счастью приятные исключения от в рамках такого приятного исключения мы здесь на презентации panasonic lumix g5 суть вот в чем уже есть футаджи на ютюбе и можно посмотреть кто что на эту камеру отснял но все красят по-разному все работают с видео по-разному и конечно нам интересно самим отснять в том режиме в котором мы обычно снимаем на g4 какой-то материал на g5 посмотреть как снимать другая камера сравнить качество но естественно смысл новинки наверное в другом я не ожидаю того что она будет сильно лучше чем g4 g4 снимать хорошо я знаю что главная фишка то что она снимает 4к 60 кадров в секунду и это ее преимущество плюс у нее улучшенный автофокус насколько вот мы сейчас посмотрим но материал тоже сравним g5 получилось настолько же хорошей для сегодняшнего дня как и g4 для своего времени тут не только сменился номер модели и добавлено пара функций проделана огромная работа по количеству изменений можно было бы сказать что это вообще иное устройство я предположил что g5 функционально очень похоже на бывшую у нас профессиональную и джей 2x 200 только с новыми процессорами и усовершенствованной матрицей работа над ошибками проделана капитальная появился полноценный разъем hdmi вместо микро то есть теперь он не будет постоянно выскакивать да и сломать микро очень просто было появились режимы высокоскоростной съемки до 180 кадров в секунду full hd правильные стили остались нетронутыми добавилась возможность составлять несколько своих стилей также в меню баланса белого несколько фиксов баланса белого по кельвину раньше были свои пресеты по белому листу еще одно важное замечание по новому меню добавлен пункт в который вы можете сбросить те параметры которыми часто пользуетесь сейчас уже есть 422 и 10 бит правда на карту 10 бит пишется максимум 4 кей 30 кадров в секунду чтобы писать 10 бит при 4 кей 60 кадров в секунду нужно подключать внешний рекордер кстати на него же на рекордер выводятся метки времени чего раньше не было будет еще битрейт 400 мегабит и тут пригодится поддержка карт памяти hdx и 2 мы успели уже протестировать возможность камеры дублировать запись на две карты попробуйте горячую замену одной из карт прямо во время записи все работает ничего не виснет и так после презентации у нас было достаточно времени чтобы познакомиться с этой камерой так как это не новое какое-то оборудование въехали мы в эту камеру довольно таки быстро конечно же интересно как камера снимает и в первую очередь как она снимает видео даже panasonic позиционирует эту камеру как видео камеру в первую очередь для фото энтузиастов и для про видеографов то есть фильм мейкеров для любителей и профессионал для фотографов любителей и профессионалов сфере видео то есть понимаете они делают видеокамеру и продают ее под прикрытием фотокамеры в общем здесь следующий вопрос panasonic и продают ее как цифровую фотокамеру при этом камера не имеет уже лока на 30 минут то есть вы можете неограниченно снимать видео то есть поставил включил она пишет как они смогли протащить через границу и сертифицировать ее как фотокамеру они видеокамеры для которой видимо налог больше мы в общем то так и не узнали нам никто об этом не сказал значит на этих камерах которые нам далее уже активирован вилок всем остальным его придется активировать за дополнительные 8 тысяч рублей вот либо купить прямо сейчас по предзаказу это и тогда этот вилок вам отдадут в подарок как бы но можно эту камеру купить на ebay на 30 тысяч дешевле но ты этот вилок потом купить когда он будет доступен ну для покупки то есть по сути вилок в каждой камере уже есть все вся функциональность уже есть вы покупаете докупаете просто ключ цифровой водите этот ключ и активируется но так знаете как с автомобилями моторы там допустим одни и те же да но в каким-то программным методом активируется просто-напросто дополнительная дополнительная функциональность также и здесь наиболее интересно для всяких блогеров и в тех кто просто проводит стримы прямые эфиры даже вот для свадебных видеографов оказывается появилась такая потребность именно прямой трансляции добавится в конце года возможность сегодня уже можно подключить hdmi подключить к карте захвата я с карты захвата уже на ноутбук или куда-то на компьютер там через уже через софт все это регулировать но это было еще на четверке здесь же будет доступно вот здесь юсби уже типа c через юсби порт можно просто подключить компьютеру и все не нужно никаких внешних карт захват то есть трансляция будет напрямую очень интересная функция вообще функциональность богатая интереснее всего сравнивать эту камеру конечно же sony alpha 6300 6500 6500 скорее но сейчас сделать такого теста мы к сожалению не можем вот как только мы выкупим наш предзаказ мы отправим камеру нашему видеографу который согласился с нами сотрудничать ферме у него эта камера есть он но он сделает соответствующий тест вы его увидите ну а я лично жду sony alpha a7s3 вот тогда реально посмотрим что как бы предложат sony потому что все-таки полный кадр но он может быть окажется интереснее если они тоже предложат 60 кадров в секунду ну что это будет достойная конкуренция но а пока то что есть давайте посмотрим как она собственно снимает автофокус конечно другой и он лучше чем раньше в этом нас убеждали все и ангажированные представители панасоника и сочувствующие и не заинтересованные специалисты это что он лучше и другой я пожалуй соглашусь но для меня чуда не случилось автофокус теряется хоть и неплохо следует за объектом в некоторых случаях позже один из спикеров подтвердил мое наблюдение сказав что нужно почаще использовать touch дисплей чтобы подправлять фокус так мол быстро и удобно это бесспорно так но автофокус зачастую нужен только на стабилизаторы если работаешь один и тут не датача кстати управлять фокусом можно с помощью нового инструмента джойстика автофокус может переходить самостоятельно по трем заданным точкам без вмешательства оператора и он имеет несколько режимов чувствительности все полностью опробовать не успели но посвятим этому гораздо больше времени когда купим камеру работа на высоких айсо стала все-таки лучше для панаса высокие значения начинаются наверное где-то с айсо 1600 я поснимал назначение ход 1600 до 3200 и честно сказать результатом остался вполне удовлетворен нативное со стало ниже 400 шумов стало несколько меньше слогом стала работать проще но вот это как раз оставим нашему приглашенному специалисту вопрос шумами хорошо решать в сравнении с лидером в этой области с камерами sony но к этому видео я постараюсь приложить и видео с высоким айсо и 10 бит и 10 бит это конечно круто на посте картинка тянется отменно градиенты не сыпется тут правда дело вкуса и разговаривать о том в чем каждый второй считает себя экспертом думаю бессмысленно себя экспертом в области цветокоррекции не считаю уроков давать не планирую и поэтому я обработаю как мне кажется правильным а для вас приложу файлик так как это видео выходит в 30 кадров в секунду снятое в 60 кадров в секунду я замедлил два раза отдельный файл с примером нередактированным 4k и 60 кадров в секунду 422 8 бит также будет в описании сейчас съемка ведется с рук айсо 1600 баланс белого автоматический я думаю что я соглашусь серегой j5 это все-таки видео камера пробравшиеся в привычный многим уже и в такой удобный для нас например формат фотокамеры то есть мне даже кажется что если panasonic сейчас выпустят точно такую же камеру именно видеокамера с теми же самым возможностям но вот в другом формате формате видеокамеры со всеми органами управления которые есть и видеокамеры совсем что привычно тем кто пользуется видеокамерам она не получит такой же популярность такой успех который будет у j5 просто потому что все привыкли что фотокамера может все то же самое что видеокамера только дешевле и может быть даже немножечко лучше но все же мы забываем про то что j5 это еще и фото устройство и вот я сейчас сделал несколько тестовых снимков посмотрел естественно экранчики на экранчике до дома я еще эти снимки не разбирал мне показалось что она снимает значительно лучше чем gx8 качество снимков очень хорошая и я надеюсь что он дома на большом мониторе я увижу то же самое поэтому получается что это такой универсал то есть камера для тех кто снимает наверное в основном в первую очередь видео то есть первую очередь видео возможности богат потому что имеет такую камеру грех от не использовать очень красивый видеоряд очень хорошо действительно хорош картинка получается хорошие возможности но в то же время если потребуется сделать какой-то ряд фотографий можно будет сделать и ряд фотографий по моему это круто но на сегодня все пока Субтитры сделал DimaTorzok